С начала года в Омской области уже отремонтировали более 200 домов по программе капремонта. Такие цифры приводят в региональном фонде. На фасады, кровлю, лифты и коммуникации потрачено больше 500 миллионов рублей. Чиновники с гордостью говорят, это столько же, сколько было сделано за весь 2015 год. Вот только почему Омская область худшая в стране по темпам капремонта, разбирался Дмитрий Ковалев. Крыша протекает, фасад разрушается, коммуникации заменены на спех. Здесь работы для строителей достаточно. Но главная проблема, рассказывает старший по дому Сергей Высоцкий, это состояние лифтов. Еще в 2015 году собственникам предложили отремонтировать кровлю. Но жильцы дома номер 9 по улице Стальского выбрали альтернативный вариант. У нас проживают в основном люди пенсионного возраста, причем многие инвалиды, естественно. Действительно ходят с палочками. И если не будет работать лифт, понятно, что люди останутся без хлеба, без всего общения с людьми и все прочее. По этой причине, как говорится, мы тут решили, действительно, может, в первую очередь мы сделаем лифты. Поэтому мы обратились в администрацию о замене производства ремонта крыши именно на ремонт лифтов. Выигранные судебные процессы и регулярные обращения в фонд капитального ремонта не помогают. Желающих отремонтировать 6 лифтов за 13 миллионов рублей нет. Срок эксплуатации подъемников вышел 10 лет назад. Он весь дребещит. Люди едут и боятся детей, боимся от них сюда, в лифт, чтобы ребенок спустился, спускается по лестнице. Пока одни ждут годами, строители заходят на другие объекты. Например, здесь, на улице Долгирева, новая крыша появилась на аварийном доме. Когда строители зашли на ремонт, мы предупреждали, что уже сделана комиссия, что дом более 70% износа и не подлежит ремонту. Подлежит только сносу. Строители, даже сами убедившись, что им было страшно находиться на крыше, все равно сделали кровлю, которая не нуждалась в ремонте. В феврале директор фонда капремонта Александр Рюдюк на пресс-конференции заявил, что Омская область в десятки регионов передовиков по объему выполненных работ. В 2014 году сделано 7 объектов, в 2015 году у нас сделано 227 объектов, а в 2016 году мы сделали 796 объектов. То есть мы видим нарастание темпов ремонта. Фактически мы сегодня в Российской Федерации на девятом месте. Манипуляции цифрами. План при этом был выполнен всего на треть. Как результат, структуры заинтересовались в прокуратуре. За 2014 и 2016 годы необходимо было отремонтировать более 3000 домов. Отремонтировано чуть более 1000. Вот вам ответ по цифрам. В настоящее время нами проводится проверка законности при проведении капитального ремонта. Я думаю, что по результатам этой проверки мы будем более убедительны, в том числе для руководства фонда капремонта. Спустя три дня после пресс-конференции прокурора области Александр Рюйдюк был уволен с поста директора фонда капремонта. Руководителя в ведомстве нет до сих пор. Кроме того, данные прокуратуры подтвердили на федеральном уровне. Заместитель министра строительства страны заявил, что в Омской области программа капремонта фактически сорвана. Дмитрий Ковалев, Александр Рябуха, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.